итак меня зовут макс хигер для тех кто впервые нас перископ трансляции о жизни по душе и достаточно часто мне задают вопрос макс а что такое вот полная духовная самореализация что это пробуждение да что что происходит вообще вот в самом начале я хотел сегодня рассказать как я это вижу если вам интересно конечно что это очень частый вопрос да люди к чему-то стремятся да то есть люди как-то это себе все представляют на что-то надеяться да и вот к чему-то стремятся так вот духовная самореализация полная самореализация это прекращение вот этого процесса это полное прекращение всяких устремлений куда-то туда и окончательное осознание понимание того факта что единственное чем вы располагаете единственное что у вас есть это всегда исключительно настоящий момент это единственное что у вас есть единственное что реально это единственное что является вашей жизнью понимаете то есть все духовные практики все достижения чего-то там заканчивается одним простым осознанием осознанием что ты уже живешь сейчас и твоя жизнь прямо сейчас идет и стремится куда-то единственное куда ты можешь стремиться это только за какими-то иллюзиями то есть ты можешь что-то представлять твое будущее это всего лишь мысли о предстоящих изменениях если ты стремишься за мыслями о предстоящих изменениях затем как ты себе это все представляешь потом то ты как раз и являешься омраченным да не пробужденным ты все время ждешь чего-то чего-то ждешь твоя жизнь идет вот все уже происходит да уже ты жив уже вот это тело да вот эти все возможности но ты ждешь вот чего-то там что-то должно произойти понимаете и вот рано или поздно с каждым человеком происходит пробуждение пробуждение в настоящий момент сознание того банального простого факта что а жизнь-то началась уже давно и она идет а чего я жду то чего ждать то понимаете вот и когда это окончательно осознается окончательно вы возвращаетесь в этот момент отпускаете все эти забеги куда-то туда какие-то надежды ожидания вы постепенно это постепенный процесс свою просто осознаете все глубже 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 что вы находитесь всегда здесь сейчас это и есть ваш праздник это и есть ваш рай это и есть ваш счастливый опыт тот опыт в котором вы находитесь здесь и сейчас вот и уже после этого после того как вы вернулись сюда там происходит это спонтанно обычно происходит это это не может быть достигнута вы вдруг осознаете кто вы что все это вокруг весь этот опыт это просто изменение а есть еще нечто неизменное чем и являетесь вы по сути да то что называется сознание божественные дух как это не называют принципе говорится об одном что есть нечто вечное что не подлежит изменениям и на фоне чего происходит все изменчиво и скажем так пока вы дергаетесь и бегаете за этим изменчивым вы постоянно поднимаете муть и не можете увидеть в чем это все происходит понимаете и когда вы все глубже 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 понимаете что то кем вы являетесь вы не можете это найти и отпускаете сам этот поиск саму эту идею что вам что то надо находить куда-то бежать кем-то там становиться вот постепенно когда это все успокаивается ту рыба которая находится в воде и которая искала эту воду и типа мучилась от жажды когда она успокаивается когда она перестает суетиться дергаться она все яснее распознает ту среду в которой она находится она начинает видеть воду и она понимает что ее жажда это просто миф то есть это было иллюзии какой-то вот она чего-то там жаждала до напиться жаждала напиться находясь в воде то же самое происходит со многими людьми они ищут какое-то счастье представляемые что-то там бегают куда-то там пытаются чего-то достичь не понимая что все что они ищут они этим и являются они уже находятся там они уже сидят на этом сундуке золотом но они просто вот с этой протянутой рукой все время ходит и просят как бы эти подачки на какие то и вот духовная самореализация это постепенное возвращение успокоения до успокоения ваш ум начинает успокаиваться постепенно успокаиваться просто с вами все сильнее и сильнее происходит разумное понимание что дергаясь как бы бегая за тем что вы представляете за какими-то состояниями за какими-то представлениями и достигая это много-много раз достигая это попадаете состояние вы видите что это все меняется что вы не можете это ухватить как бы да то есть вы получаете это и она скользает из ваших рук снова и снова так происходит много-много раз у каждого человека свое количество раз пока он не поймет что он не может достичь то что он себе представь представил вот как-то неправильно понял да он просто не может этого достичь окончательно прийти в эту точку b как он ее себе представляет и что его желание порождает еще больше желаний понимаете то есть чем больше вы что-то желаете достичь тем достигая это вы будете желать еще больше и еще больше и мы видим множество очень множество примеров тому что никогда не бывает достаточно тот кто желает ему никогда не бывает достаточно это бесконечная история это бесконечный аппетит и вот с некоторыми людьми происходит это постепенное осознание понимание того факта что они все время суетясь бега и напрягаясь получая желаемое чуть-чуть там радуется потом это опять меняется и вот через какой-то момент они начинают понимать что это страдание все время бегать все время чего-то ждать на что-то надеяться это страдание то есть постепенно вы можете распознать понять и тогда происходит процесс обратное успокоение доверие жизни до расслабления отпускания сдачи это сдачи называется да то есть человек потихонечку начинает сдаваться тому что есть и доверять тому как она происходит само естественно вот это успокоение просто которое следует из понимания что вот то как я себе это представлял идеализировал она просто не может быть достигнута постепенно постепенно вы успокаиваетесь и распознаете что то что вы искали где-то там через эти желания и достижения она всегда была здесь просто бегая за этим бесконечно вы никак не ну как вы в другую сторону смотрели вы были ослеплены какими-то идеями какими-то иллюзиями какими-то представлениями и упускали те простые вещи до ценность того чем вы всегда уже обладали чем вы являетесь понимаете то есть это упускается так как ты можешь бегать все время отвлекаться это как быть ослепленным какими-то мыслями идеями и не замечать кто эти мысли смотрит и в чем это все происходит понимаете кто дает жизнь этому кто все это наполняет и пока вы бегаете зачем-то бесконечно как вы можете распознать и то же самое происходит часто с теми кто духовно ищет да то есть они применяют этот метод визуализации постановки целей и достижение этого через какие-то планы практики да они вот пытаются к чему-то прийти как они это представляют то есть они очень часто читают о просветление там о пробуждении знаете то есть можно начитаться много книг и просто как-то это себе представить то есть у вас возникает концепция пробуждение часто люди связывают это с какими-то очень приятными состояниями только все приятно только все радостно только все хорошо да и вот формируется какая-то идеальная картина что я когда-то добьюсь этого достигну вот этого состояния идеально и там то начнется моя жизнь понимаете вот вокруг этого все построено и человек никак не может распознать эту простую вещь да ты уже уже все началось уже все началось просто так как ты очень сильно веришь в ум и в эти мысли ты все время сам не понимая этого создаешь драму своей жизни здесь сейчас гоняясь за какими-то частями жизни ты начинаешь бороться с другими частями жизни отрицать их да то есть от них бегать начинаешь и получается у тебя как бы разделенная жизнь то есть ты сам разделяя жизнь на части и как бы потом пытаешься достичь одну часть и бороться со всем что не подходит под твой идеальный образ как ты это представлял себе как ты представлял свой духовное освобождение духовное там просветление да то есть понимаете а просветление это совершенно другая вещь ты понимаешь что вот твоя жизнь она состоит из белого из черного это и плюсы и минусы и такова природа жизни и с этим проблем нет и ты перестаешь бегать только за плюсами и убегать от минусов бороться с ними и тогда у тебя возникает равновесие постепенно как бы гармоничная жизнь от момента без борьбы без борьбы с чем-то с тотальным проживанием в радости и благодарности полноты опыта который с тобой происходит здесь и сейчас понимаете и то есть ты живешь спокойно разумно никуда не бежишь и ни с чем не борешься если что за чего то можешь отойти отходишь если не можешь не делаешь проблему из этого понимаете то есть просто живешь и не тотально проживаешь этот опыт здесь и сейчас с благодарностью в приятии в любви к тому что происходит здесь сейчас как ребенок дети не бегают за иллюзиями завтрашнего счастья понимаете поэтому иисус ну вот в библии написано что пока вы не станете подобно детям не откроется вам царствие небесное то есть не откроется вам свою ваша природа это не откроется духовная ваша природа вы не вернетесь в этот потерянный рай пока вы бегаете за какими-то иллюзиями представляемого рая как вы как-то где-то прочитали услышали и увидели по поводу закона притяжения это работает понимаешь то есть ты можешь представлять как ты хочешь ты можешь визуализировать и это будет притягиваться в твою жизнь но так как ты связываешь с этим счастье так как ты наделяешь это особой значимостью да она к тебе притянется а все же в этом мире изменчиво а ты так хотел этого ты столько усилий приложил чтобы это получить и ты это получаешь ты им чуть-чуть наслаждаешься и потом начинаешь наблюдать как она меняется и рушится на твоих глазах то есть все что произойдет вот и чего-то хочешь ты себе как ты это представляешь ты это хочешь притянуть в свою жизнь и ты думаешь что когда она появится твоя жизнь станет более счастливой нашу ну это типичная история и вот ты это получаешь ты как-то там радуешься того что ты получил но что следует дальше ты же не смотришь дальше понимаешь что следует дальше ты это получил и что дальше ты думаешь что ты будешь вечно радоваться от этого ты думаешь что это то что ты достигнешь она будет вечно с тобой нет все меняется все меняется она изменится ты хотел машину какую-то дорогую она у тебя будет через полгода ты захочешь еще что-то понимаешь бесконечный процесс и чем сложнее твои визуализации чем выше ты условий ну скажем так чем выше в условиях и ставишь к жизни как претензию для того чтобы чувствовать себя комфортно защищенно счастливо тем сложнее тебе будет получать от этого счастье а есть другой процесс ты начинаешь пробуждаться что к тому пониманию что тебе для счастья вообще не надо ничего достигать ты и так уже счастлив то есть это счастье это твоя природа это качество твои вот как у ребенка он просто счастлив от самого факта жизни мне сначала безусловная часть вот что это за безусловное счастье детское что это вот вот это на это надо смотреть понимаете что это почему ребенок такой наполненный безусловно счастливый чему он всем улыбается вот что это за невинность в глазах да это отсутствие претензий к жизни отсутствие идеи по поводу того как должно быть он еще не знает он еще не искусился этим плодом знания как все должно быть понимаете поэтому ребенок он постепенно постепенно искушается постепенно возникают у него эти вот образы какие-то шаблоны представления какой должна быть и вот когда они все сильнее его захватывают и он сильнее верит все в это да и он как бы не осознавая там вот этого вот процесса сам не осознавая того уходит постепенно из того счастья безусловно из того рая из того блаженства бытия в котором он и прибыл сюда которым он и является понимаете то есть это начинает формироваться ум и обусловленная модель счастья вот поэтому он засыпает в уме и в принципе многие люди так и проживают свою жизнь до конца а с некоторыми людьми по разным причинам может произойти это понимание что вот в этой истории до которая сформировалась в уме по поводу назовем это парадигма счастье да или там представление какой должна быть счастливая жизнь вот в это этой парадигме невозможно к чему-то прийти окончательно поэтому невозможно быть счастливым тотально то есть невозможно быть радостным счастливым тотально чем сложнее твоя модель счастья чем больше усилий тебе надо совершать для того чтобы ее достичь и поддерживать тем на самом деле постепенно ты увидишь что меньше ты будешь все менее менее счастливы тебя все больше будет амбиции все больше претензий все что не соответствует свои парадигмы все что не соответствует с твоей моделью тебя будет очень сильно расстраивать будешь все время фрустрироваться из-за этого делать из из этого какую-то проблему и эти проблемы бесконечно ты будешь решать до тех пор пока ты не поймешь и ты не можешь их решить их окончательно не можешь решить это не окончательно не можешь прийти к той модели счастья которая у тебя есть в голове ты не можешь прийти к счастью потому что ты уже безусловно пришел счастливый сюда у тебя ну то есть тоже чем является счастье это совсем не то что ты думаешь просто понимаешь вот такая история то есть ты его себе как-то представляешь это часть а в этот момент она твоя подлинное счастье является совершенно другим вот такая вот история понимаете поэтому то что является духовная самореализация это уже ваши то есть это уже вы вы уже духовное существо то уже ваши как бы по праву рождения просто пока вы погружены сильно в какие-то умственные эти идеи верить вот вы верите какой должна быть ваша жизнь постоянно моделируете да вот какой-то создаете там свой рай куда вы вот попадете там все будет хорошо это ослепляет вас вы слишком верите в это это слишком ослепляет вас и вы перестаете замечать то чудо жизни в котором вы живете и те возможности которые вам дарит жизнь понимаете которые не надо достигать упорным трудом там прямо вот каким-то насилием над собой какими-то постоянными усилиями поэтому вы как бы сами того не осознавая вплетаетесь в это колесо сансары да то есть колесо сансары это беготня за иллюзиями счастья завтрашнего дня когда вы вплетаетесь вы перестаете замечать нирвану вы уже в нирване находитесь вы уже ей являетесь нирвана уже здесь но пока вы бегаете в колесе сансары за своими иллюзиями завтрашнего счастья вы как бы сами себя уводите от нирваны то есть вас ум постоянно выбрасывает из нирваны из блаженства бытия и блаженства переживания тотальности опыта здесь сейчас из вашей духовной свободы из вашего спонтанного танца жизни понимаете в эти иллюзии которыми вы часто одержимы по поводу просветления по поводу там финансовой независимости по поводу чего угодно по поводу там любимого человека да то есть вы как бы все время вот как чувствуете себя неполноценным да то есть комплекс перманентный такой бесконечный комплекс неполноценности со мной вечно какая-то проблема что-то не так ко мне что-то надо добавить меня как-то надо усовершенствовать да что-то во мне нужно улучшить и вот когда я все это сделаю когда я себя улучшу когда это достигну там все будет хорошо знаете и вот все кто этим занимается они видят что они никак не могут усовершенствовать себя вот никак и всегда есть и что еще усовершенствовать еще что достичь и вот бесконечный процесс и аппетит приходит во время еды давайте и рано или поздно многие люди устают от этого не просто устают они уже часто там обессильные здоровья не туда много стресса в жизни постоянно это надо достигать удерживать контролировать вот и рано или поздно может дойти это простая вещь то есть озарение что что-то с этим не так то есть это какое-то страдание вот жить как многие сегодня живут да это постоянно вот эта беготня суета кажется вроде со стороны что там какое-то счастье но когда ты туда попадаешь ты понимаешь что там чего-то самого важного нет вот наши перископ трансляции об этом самом важном понимаете этот вкус жизни как бы главный вкус жизни вот его невозможно вспомнить и постичь и до тех пор пока вы сильно куда-то устремлены и не бежите потому что движение куда-то туда это движение отсюда а то где вы находитесь это единственное что существует всегда то есть реальность это то что есть здесь и сейчас это реально а все что вы представляете по поводу боже будущего это иллюзии просто понимаете то вам может казаться вы можете просто во что-то верить но по сути вы всегда живете здесь сейчас это очень просто то есть не надо усложнять вы всегда живете здесь сейчас и проживаете тот опыт который с вами фактически сейчас происходит понимаете вы оперируете реальностью то есть вы пришли сюда наслаждаться и оперировать с реальностью творить радоваться разному опыту проходить тотально разный опыт и когда вы не боретесь с одной частью опыта в попытке выместить его и заменить другой частью опыта да там приятный только то ваш опыт в целом становится не такой драматичный понимаете то есть когда вы не раскачиваете этот маятник до сторону только вот как вы себе идеально представили свое счастье завтрашнего дня там идеальные состояния только все приятно тогда вы возвращаетесь в золотую середину и золотая середина это и есть то что все ищут это и единственное счастье золотая середина умеренность достаточность разумность полная разумность полная откликаемость от момента прекращение драматизации каких-то прекращение драматизации по поводу фактов вашей жизни прекращение борьбы с ними прекращение позиции я против понимаете потому что она бессмысленно она бестолкова потому что знаете как в любом случае с вами что-то происходит какие-то факты да в любом случае что-то уже происходит вы и так что можете делаете а если что-то не можете делать зачем это драматизировать какой смысл в этом да вот иметь такое отношение я против того что происходит моей жизни что я не могу изменить ах как плохо я буду мечтать что она когда-то изменится понимаете вы как бы все время этой позиции только усугубляете те вещи вот ну я понимаю в жизни любого человека есть болезненные вещи болезненный опыт дискомфорты какие-то да ну вы поймите что если вы что-то можете поменять вы так меняете ну в той или иной степени вы как-то понимаете что возможно что-то можно изменить но когда вы не можете изменить да вы ну вот вы видите сейчас это не подлежит изменению но у вас есть мечта идеализация это вызывает драму в отношении реального опыта вы начинаете иллюзии противопоставлять против реального опыта естественно ваши иллюзии всегда проиграют реальный опыт он реален понимаете он намного более твердые более ощутимый чувственно чем какие-то ваши представления поэтому очень часто люди бегут 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 от реального опыта не хотят его проживать не хотят прожить этот опыт они как бы отрицают реальный опыт и пытается убежать счастье завтрашнего дня в иллюзорны это обычно только половина жизни то есть если рассмотреть все эти мечты и цели которым стремятся люди они хотят только жить в удовольствии только наслаждаться приятным опытом только чтобы было все легко и так далее и так далее невозможно понимаете невозможно потому что жизнь это и и не я не и разные опыты ничего с этим нельзя поделать кроме того как признать этот факт что жизнь бывает разной проблемы ни с чем нет понимаете проблемы как таковой ее нет проблемы это состояние ума что что-то идет не так как должно а должно это какая-то мысль обычно как должно вот я верю что должно быть так знаете а фактически происходит то что происходит тот опыт который фактически происходит можете что-то доделайте пожалуйста не можете зачем проблему создавать драму видеть в этом ну не можете вы сейчас ну вот так в благодарности в глубинном приятии к этому важно быть это и есть ваша жизнь и черная полоса и белая полоса и вы не можете почувствовать весь вкус радости и счастье вот именно от белой полосы не почувствовав и не прожив черную полосу потому что это дуальный мир все познаются в сравнении все относительно если вы будете все время радоваться и не будете страдать вы вкус этой радости перестанете чувствовать вкус этой радости да вот как обычно люди радуются он имеет такую значимости такую привлекательность только на фоне другой стороны опыта да поэтому жизнь это всегда будет спады подъемы и разные опыты и не понимаете такова природа жизни ли и и и никак иначе не должно быть любая попытка сделать иначе это искусственность это уход от естественности в какую-то выдумку в иллюзию то есть вы верите что в жизни возможно что-то такое что не в природе этой жизни поэтому это вызывает страдания это и называется страдание ждать от жизни что-то такое чего фактически нет что не является природой жизни когда вы все лучше лучше распознаете вот этот механизм иллюзорные да как ум это все хитро делает как бы до вашей жизни вы все время все лучше и лучше и лучше вот понимаете ну просто понимаете что смысла нет просто смысла нет там как-то это себе идеализировать представлять и гоняться за этим смысла нет можете что-то делаете не можете живете то есть просто рано или поздно произойдет с вами это успокоение и возвращение в мир в мир с настоящим моментом примирение со своим настоящим моментом глубина и исцеление с этим моментом тотальное приятие вашей жизни и себя себя со всеми своими плюсами и минусами таким или такой какая вы есть или таким какой вы есть с вами все хорошо кроме одной вот этой вот истории что вы все время не принимаете себя вы не любите себя вы себя идеализируете понимаете вы идеализируете вы представляете что себя надо поправить себя надо усовершенствовать вот что-то надо все время доделать с собой понимаете это и есть не любить себя то есть любовь это тотальное приятие себя любовь это уважение к себе к своей природе к природе и ньяне что вы разные вы неповторимы и вы будете переживать разный опыт и исцеление означает что вы целостный то есть ваша мандала вы осознали целостность мандалы и и ньянь и перед перестали раскачивать лодку жизни только в одну сторону так что вот это то что постепенно и происходит с людьми какие-то вопросы может остались если остались пить пишите если что-то непонятно а а если все понятно то будем завершать когда говоришь все понятно потом но это еще не понятно это знаешь так поверхностно может понять а а на деле ну на деле ты опять начинаешь гоняться там за какими-то своими представлялками наш ты еще все веришь все надеешься что может быть я ошибаюсь может быть я все-таки ошибаюсь а может быть я да ну я твоего лица говорит может быть я все-таки права что у меня получится это вот идеально и только приятная лакшери богатая кайфовая жизнь знаешь как тебе кажется что ты-то может быть самая такая способная и хитрая у тебя получится да ты просто осознавая сейчас момент ты просто осознавая подлавливая себя когда твой ум опять начинает на что-то надеяться чего-то ждать и связывать вот что там-то там все начнется знаешь когда ты сталкиваешься с этим процессом потихонечку начинай наблюдать распознавать что происходит в твоей голове да что происходит в твоем пространстве как ты относишься к фактам жизнь с чем ты борешься просто наблюдай постепенно ты начнешь замечать о чем мы говорим здесь это такой процесс в том числе самонаблюдение до самоисследование постепенное понимание вот как эти все драматизации как это вся страдалка работает да то есть как возникает драматизации страдания и проблемы в твоей жизни потихонечку можешь распознать как это он делает тебе не надо себя спрашивать что ты чувствуешь знаешь как кто кого спрашивает опять твой он спрашивает кого-то там зачем то есть все что ты говоришь это все что ты думаешь это когда ты сама себе задаешь вопрос и кому-то задает вопрос кому он задает и зачем понимаешь это же фишка да все время происходит диалог в твоей голове до мысли мысли там какие-то образы кто это видит то все на фоне чего эти мысли происходит кто это воспринимает вот этот кто-то это ты но у него нет формы ты его не можешь обнаружить поиском ума там направлением внимания его не можешь обнаружить но наблюдая за этими мыслями понимая вот этот механизм как ты не знаю погружаешься в какие-то мысли накачиваешь их значимости эмоцию веришь наблюдая все это ты рано или поздно можешь распознать что происходит что проблема даже не в мыслях а проблема в том что ты считаешь себя мыслями ты прям спишь и у них реально то есть под тебя постоянно как какие-то идеи образы захватывают наш ты вот вот это называется погружена в какие-то идеи о будущем о прошлом постоянная вот как бы неспособность проживать то что происходит и попытка представить как ты эту неспособность проживать тотальный опыт сейчас решишь за счет достижения какой-то мысли какого-то образа понимаешь но мысли она немножко не для этого предназначен мысли не предназначена для того чтобы ты в нее верила слепо и противопоставляла против фактов реальности вот для этого она не при не предназначен это очень важно тебе понять что если что-то идет не так вот ты прям знаешь что у тебя начинается какая-то жопа в жизни да тебе тяжело в этом тебе больно там дискомфортно начинай смотреть что происходит в этот момент в твоей голове да как ты начинаешь думать по этому поводу ты начинаешь очень часто представлять как ты выберешься из этого да то есть как ты выберешься что ты сделаешь для того чтобы этой боли не было до чтобы это побыстрее закончилось жда то есть ты начинаешь отрицать эту боль все те исходное вот это отношение к тому что происходит отрицательная наш то есть ты не принимаешь это вот это как раз возникает из-за этой таковости как должно быть так вот это таковость это всегда некое ожидание будущего комфорта будущего счастья понимаешь это все это всегда мышление это тонкие вещи внутри тебя который ты можешь осознать попадая в какую-то болезненную полосу ты сразу начинаешь мечтать как побыстрее ты отсюда убежишь вместо того чтобы просто но принять сейчас так фактически сейчас так сейчас так у нас это совершенно другое отношение то есть у тебя нету так как быстрее убежать от этого да ты можешь применить разум посмотреть если ты где-то можешь отойти от чего-то отходишь но если не можешь если у тебя что-то там произошло то ты не борешься с этим но не можешь ты сейчас да вот ну как что-то сломала ты себе например и у тебя пока заживает больно вот больно тебе тебя боль 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 у тебя может быть разные отношения к этой боли если ты пробужденное существо ты просто проживаешь этот опыт и все тебя нету вот это вот как даже то моя ножичка выздоровеет и вот у меня там начнется я начну бегать все будет хорошо ты понимаешь что вы вот сейчас идет реальная жизнь моя она сейчас такая сейчас есть это боль и я не против этой боли ну какой смысл быть против факта ты сейчас испытываешь это фактически ну можешь что-то мажешь там да какие-то мази используешь там как-то лечишь себя но у тебя исходно нету вот этого знаешь такого претензии претензии почему со мной почему вот я вот и я такая несчастная вечно со мной что-то происходит вот у тебя может драма быть драма драматичное отношение к происходящему а может быть отношение в приятии в любви в наслаждении тем опытом который фактически с тобой происходит вот это все тонкие нюансы это состояние ума просто какой смысл вот эмоционировать много думать по поводу того что ты не можешь изменить понимаешь смысла в этом нет то есть рано или поздно ты поймешь что в этом нет никакой разумности мечтать о том чего у тебя нет и что ты сейчас не можешь сделать это ну а смысл в этом просто это такой хитрый механизм ума понимаешь вот смотри я тебе вообще реализация с деньгами вообще не связано эти объясню он он очень сильно принадлежит телу да он очень сильно настроен на то чтобы убегать от боли и бегать за удовольствиями то есть фактически для тела боль это плохое выживание да а удовольствие это хорошее выживание но тело она тоже принадлежит миру дуальности как бы понимаешь поэтому она бегает от боли и бегать за удовольствиями поэтому пока ты не осознаешь кто ты что ты являешься за пределами боли и удовольствия что ты при ну как бы ты находишься за пределами дуальности ты просто тот кто проживает всю полноту опыта со всеми плюсами и минусами пока ты не видишь кто ты есть что ты есть дух что ты из духовное существо и живешь умом то вот и возникает он бегает все время от боли за удовольствием понимаешь поэтому он когда сталкивается с болью он начинает на эту тему драматизировать что-то и а ты же погружена в ум ты отождественна с ним как бы да и полностью поэтому ты начинаешь вот как бы тоже отождесятся со всей этой фрустрации драматизации да и страдать но рано или поздно ты можешь просто понять что так подожди хорошо вот было белая полоса вот было черная полоса потом об им белая полоса опять черная полоса 5 белая 5 черная что тоже не меняется able что сети полосы меняются а тот кто все это проживает он не меняется то есть я и там проживал этот опыт и здесь проживал так и ты начинаешь потихонечку догонять, что есть нечто, что не подлежит изменениям, что проживает просто разный опыт и там, и там. И ты потихонечку всё глубже и глубже понимаешь, кто ты есть. Понимаешь? Что ты и тот опыт проживаешь, кто-то его проживает, понимаешь? По-любому. Эту боль и эти удовольствия кто-то проживает. И постепенно, постепенно начинается некий процесс у некоторых людей, они начинают догонять потихонечку. Что убежать от боли не получается. Они всё сильнее понимают, что боль – это часть жизни, что дискомфорт – это часть жизни, что любое развитие идёт через дискомфорт, эволюция идёт через боль, через дискомфорт, через смерть. Тела эволюционируют посредством передачи генетического опыта в другие тела. Поэтому, ну да, действительно, что париться? То есть, если ты что-то можешь контролировать реально, ну контролируй, ты же огромное количество вещей не можешь контролировать, ты сам себе не признаёшься. И твоё эго пытается контролировать всё, хотя это невозможно, это нереально. И вот рано или поздно ты начинаешь понимать, да, я же не это эго, я же не то, чем я себя считал, я же не тело. А есть нечто, что за пределами всего этого, и оно проживает этот опыт. Это ты догоняешь это, ты понимаешь всё глубже и глубже. А как понять, узнать, почувствовать именно свои желания, а не представление ума? Ну это в моменте происходит. Вот у меня сейчас пересохло, вот обрати внимание, у меня сейчас пересохло во рту чуть-чуть, и я прям почувствовал, знаешь, это вот пересохшее, и хопа, и мгновенно я взял и попил водички. Вот это подлинное желание. Знаешь, это подлинное желание. У меня возникла жажда, какое-то пересыхание и мгновенное исполнение. То есть я попил водички. То есть есть естественная потребность и удовлетворение естественной потребности. Вот это твоё подлинное желание. а что такое иллюзорное желание во первых у тебя может быть выдуманная потребность например ты ездишь на какой-то машине она в принципе тебя устраивает но ты увидел у какого-то чуваком мерседес крутой и ты как бы ну как-то эмоционально вовлекся в эту идею о было бы круто как у этого чувака это уже иллюзорное желание то есть у тебя подлинной потребности в этом мерседесе нет сейчас у тебя есть там например своя машина она в принципе исполняет все свои функции но тебе могут пропиарить прорекламировать какую-то потребность которой у тебя нет и проблема заключается в том что ты неосознанно ты не распознаешь ты часто не отличаешь навязанные потребности иллюзорные вот эти иллюзорные желания от своих подлинных потребностей от своих подлинных желаний поэтому то у тебя часто ты гоняешься всю жизнь за какими-то вещами которые фактически тебе не нужны и они никак не связаны с твоим счастьем то тебе кажется что когда ты купишь этот мерседес вот он у тебя будет и ты будешь там все это все кажется потом ты его купишь поездишь какой-то времен те тоже надоест и ты поймешь более счастливым он тебе не сделал то была временная вспышка радости и все но это обусловленная радость потом с этим мерседесом что-то случится ты его разобьешь у тебя драма начнется какая-то понимаешь а есть совершенно другое измерение жизни где ты понимаешь что эти вещи они с твоим счастьем не связаны они хорошо что они есть как бы да что-то можешь ты делаешь да что-то можешь имеешь но ты не не вкладываешь в это какую-то значимость части не вкладываешь в это лишь для тебя счастье совершенно другое жить в мире без борьбы в мире с собой в мире с реальностью здесь сейчас жить золотой середины своими подлинными потребностями своими подлинными желаниями у тебя есть подлинные но то что называется условно говоря подлинные желания но желание лучше их не называть это твои потребности например у тебя пришло какое-то вдохновение нарисовать что-то и здесь будет твоей подлинной потребностью иметь некий холст или бумагу и карандаш это твоя подлинная потребность но ты любишь рисовать тебе нужна бумага нужна ручкой ты рисуешь или тебе нужны какие-то инструменты для работы но ты без них не можешь там реализуется твоя душа твоего это творческое состояние и так можно совершенно иначе то есть это совершенно другая система ценностей другой взгляд на жизнь ты перестаешь быть сверх потребителем тебя нет больше необходимости иметь все что те рекламируют ты понимаешь что это бесконечно то есть это ты можешь закончить яхтами и самолетами и все равно мало это это не связано с счастьем часть это состояние души это понимание целостное проживание проживание от момента а беготня за этими как бы придуманными желаниями бесконечно я надеюсь и ответил тебе это еще вопросы с тебе важно нащупать себя на дну начать распознавать что является твоим подлинным когда чего-то хочется нужно осознать для чего это тебе нет ни для чего тебе тебе нужно осознать реально-то надо это все без этого обойтись могу или нет если без чего-то можешь обойтись ну и обходись без этого можешь что-то купить ну отлично покупай если она тебе реально нужно и ты можешь купить почему бы нет почему бы не купить но если ты не можешь сейчас купить и ты а вот вот только когда я смогу себе купить там-то там-то начнется моя жизнь мы тоже тоже другая совершенно история это фрустрация понимаешь то что психологии называется фрустрации макс расскажи еще о том что мы способны изменить свою жизнь до способен ты изменить но прежде чем менять что-то тебе принять надо свою жизнь знаешь ты часто хочешь изменить потому что хочешь убежать ты не принимаешь свою жизнь поэтому твои изменения от постоянного убегания в иллюзии наш изменения могут быть разными разной природы они могут исходить из каких-то реальных потребностей и из реальных фактов же в жизни да ты можешь что-то менять что ты можешь а может совершенно другой другой тип изменений быть в твоей жизни ты все время пытаешься изменить в сторону как ты идеализируешь и у тебя будет из-за этого фрустрации фрустрации это моя жизнь не соответствует моим ожиданиям люди очень много страдают а так пожалуйста меня есть ты что-то можешь изменить меня и мы часто говорим об этом да ну ладно будем завершать уже чувствую что я уже наговорился и у нас уже достаточно долго идет трансляция так что давайте тогда до следующего раза уже если понравилось ставьте лайки вот делитесь перископ трансляции остались какие-то вопросы пишите вконтакте давайте пока пока